Так вот, возвращаясь к тем, кто уходит, переходит на материю, остановилась. Вообще материя – это основа всех проявлений, база. Эту базу обязательно нужно держать. Это ж не просто живешь вот, там кушаешь, в магазин ходишь, обдумаешь, представляешь, там ругаешься, любишь, ненавидишь, но живешь вот. Ну как, пропускаешь через себя вот эту всю субстанцию. И обмен, вертикальный обмен, образно говоря, как с высшего на высший план, а с высшего на низший. Это великое сакральное мудрое сознание идет. И те, кто уходит развивать эту материю, ничем не лучше и не хуже тем, кто уходит развивать материю других консистенций, других плотностей. Это нормальное разделение. Это решение было дано давным-давно, не сейчас. А сейчас просто в то время настала, как вот станция такая-то, как нарастал выше, станция следующая. Сейчас вирусологи попросили меня одну статью решить, вопрос, помочь. Как раз механизм ухода. Этот механизм включился в ноябре прошлого года. Может быть слышали или нет, вдруг включились все пирамиды Земли в ноябре 14-го года. Это сообщение прошло по интернету и по другим различным источникам. Причем включились все и египетские, и мексиканские, и китайские, и крымские. И те, которые были потоплены или засыплены Землей, ну, не открыты еще, то есть, ну, хорбики. А те, которые в воде, да их никто не знал, что не знал. Ну, кто знал, то знал, а кто не знал, то не знал. Земля вся ощетинилась цветовыми, вот, копьями. И там много разных алхимий произошло. Ну, в смысле, алхимия – это химия многомерия. Давайте так договоримся, чтобы мы не думали, что это мистика, это бредни или что-то такое. Есть химия линейная, которой мы занимаемся, что в школе учили, в институте, кто? А есть химия многомерная, ее назвали алхимия. Ну, химия, он сейчас вполне употребляемый и ни с какими мантиями, звездами не связан. Просто многомерные процессы, одновременные процессы. Вот, скажем, многомерие – это одновременность сейчас. Этим это и сложно. Так вот, этот свет, который ушел из Земли, будучи излученным, ну, это как и на излучение, и на приятие. Ибо пирамиды, они как антенны и на излучение, и на прием работают, в двух диапазонах. А если уже остановиться на пирамидах, раньше считали, ну, я по-лигински скажу, считали ученые, что им 3000 лет, то относительно недавно был казус, когда немецкие студенты решили уточнить, что-то здесь не то. Из Хелксовой пирамиды выкрали, там, кусочки печа, отцарапнули и выбили. И им, конечно, стоили обструкцию на границе. Нельзя. И вообще они, как, не въездные в Египет. Но они этот кусочек притащили, изучили. И сделали открытие. Сенсационное открытие, которое посрамило тех, кто это замалчивал, и обрадовало тех, кто знал раньше, пирамидам от 40 тысяч лет и больше. Чем-то не попрос на шею людей совершенно. Древнейшие приемники и передатчики. И вот эти вот приемники и передатчики создали мощный модулированный сигнал, который направлен не на одно какое-то созвездие, а это импульс многомерия, это сферические вещи. И в это же самое время активизировались два вируса. Это вот механизм перехода. На следующий, наверное, я смогу уже рассказать поподробнее. А сейчас просто, что эти вирусы, они считались вообще неактивными, спящими. Они хамелеоны были, ну, как мини-криды были после вируса. На самом деле это сообщество. Мини-вирус, пандоравирус, два вида, ну, там много самих вирусов. Они задействуют систему обоняния эпителий. Изнутри носа и, входя в головной мозг, выключают сакральную нить жизни. Это у тех, кто уходит. Я вам еще раз подчеркиваю механизм ухода. Те, кому нужно, в основном говоря, выйти вот с поезда и прийти на свои планеты, какие-то, сейчас неважно даже какие, у них работает этот механизм. У большинства вирусы включают анестезию. Это безболезненный процесс. Три-пять дней человека нет. Убирает. Все, летание исходит. Но они активизируются именно вот светом королевик. Потому что структура этих вирусов напоминает морские звезды. Ну, пятиконечные. А там, где лучики сходятся, такая вот ямочка. Как тоже приемно-передающая антенна. Это два света должны быть, ну, как одновременно. Планетарный свет должен срезонировать со светом внутри каждого из нас. Каждый из нас природная электромагнитная пирамида. Образно говоря, вирус имеет, как-то, динтенсикацию. Вот свет планеты, свет человека. Ага, маленький. Так, наш клиент. Одинаково. Я утрирую сейчас. Там не знаю, до чего идет. Одинаково. Не наш клиент. А вот эта вот разница светов, она определяется по гамморитму. Гамморитм, он очень своеобразный сам. Раньше он, образно говоря, проводился там во сне. Там фаза сна и все такое. А теперь он начинает быть вот здесь вот в бодрствовании. То есть, понимаете, насколько мир изменился, что вы, вот вы сейчас производите этот гамморитм, но вы же не спите. Вот, ну, окровенно, там, с подушкой, с одеялом, когда вот уже вот все, выключился. И когда, если эти вот мощные глубинные ритмы мозга начинают проявляться в буднях, вот именно поэтому можно увидеть кошку, выходящую вот оттуда. Там, чем кошки? В нормальном, ну, в прошлом состоянии мозга, этого увидеть нельзя было физически. Мозг был не готов к этому. Это же нужно видеть, понимать. Это же колоссальная алхимия должна пройти, чтобы еще крышник поехал при всем при этом. Так что наш мозг уже готов к жизни многомерия. Но это будет ни сегодня, ни завтра. А механизм уже работает. Причем, несмотря на то, что этот вирус, он считался скащим, очень многие люди, что не так назвали, они имеют иммунитет к этим вирусам. Ну, а иммунитет можно иметь, если переболел. А если не переболел, какой иммунитет? Ну, к местоковке идут еще те. Получается, что этот вирус, он не так где-то живет, там, в воде или в амебух, как считается. Не находим. А он встроен в эпителий нашей обонятельной системы. Он ее держит. Это нормально. Ибо мы все состоим из вирусов, из бактерий, из плесливых грибков, но в равновесии. Почему вот на пираме на равновесие? Что оно везде архиважно. И ведь, чтобы найти соответствие планетарного света и света человека, вирус должен быть не где-то там, в козах, в болоте, а он должен жить в конкретном организме, чтобы провести вот это вот соответствие. Так что те, у кого иммунитет, вот они сидят здесь, они даже не подозревали, что оказывается работают виние вирус с кондурой, что запах – это сиамский близнец интуиции, ибо запах, он живет в древнейшей лимбической системе, которая уже потерпела колоссальные изменения. И, значит, опять потолешь, кошку не увидишь выходящей из стены. А запах – вот вы однажды уточкам откройте хорочку или окошко, понюхайте воздух, и сами для себя сделайте прогноз на целый день. Я вас уверяю, он будет 99% точности. Вот. Именно вот есть запах и его сиамский близнец интуиция. Интуицию можно развивать много-много-много там разных способов. А можно довериться по вонянию. Им наориентируемся круче, чем если бы сидели в поле, вот, сонат в толке. Но это я смеюсь, естественно. Поменялось время? Оно поменялось. Оно поменялось вообще. Ну, начиная, оно поменялось еще года два назад, еще до перехода, когда ученые открыли, что суточный сок, 24 часа, он держится особыми белками в эритроцитах наших. эти белки живут в течение 24 часов, умирают, в следующий раз тут. Ну, там своя химия проводится. Белок называется длинным словом перообщей ледоксин. Закоменать не надо. Это мне просто уже на слуху это все на языке. А дальше начались чудеса. Этот белок начал жить 20 часов, 18, 16 и по желанию. Открытие химиков планетарной. А это означает, что по сознанию. Кому нужно время ну, раздвинуть. Да без проблем, сейчас сделаем. Белок живет сколько нужно, ну, как бы отойдя от текущего времени. Объяснить совершенно не получается, но на практике вы, наверное, сталкивались. Я все объяснял и оставил для ученства. И потом, как все это выглядели. Вот эти вот переходы временные мы сами в себе меняем свою химию. Или алхимию учитывая многомерность нашего сознания прежде всего, ну и тела. И вот ко времени. Это физическое время. А я вам предлагаю такую сказку поиграть самим собой. В сказке легче многие вещи. Ну, постичь можно. И в конце концов, кстати, кто помнит с каких слов начинается Библия? Начинается. Что было начать? Слово. Слово. И слово. Слово. Библия. Да. И бесконечный алгоритм всех творений. Вы можете это брать и в своих буднях сотворять, что вы считаете нужным. Слово, мысль, ну давайте поставим между ними знак равенства. Я сказала, оно и стало. И оно было. бог создаст вселенной, оно может поставить на кухне всего чего угодно. Именно на кухне, потому что там у нас будет налажен. Сюда специально поди, еще приедь, притащи, и все такое и прочее. А дома все знакомо. И вот что для вас время, его образ? Оно приятное или неприятное? вот вы чистое сознание, вы совершенно не готовы к этому вопросу. А вот вы закройте глазки и попробуйте там где-то представить. Каждый свое представит. Оно ваше время цветное или черно-белое, выпуклое или впуклое, там объемное, плоское, бесформенное или какую-то форму имеет. Есть ли запах, есть ли вкус, а какая форма запах и вкуса? Знаете, вот, и он начинает вот этот что-то, какой-то образ, который это мы часы с ходиками. Это моя субстанция, да, которая называется время для вас, для каждого. Это как раз вы начинаете общаться со своей глубиной интуиции. Она дает эти картинки какие-то. вы бы это смогли там написать, нарисовать, петь, слепить, еще что-то сделать. Вот, то есть, как-то представили, как-то его сделали, как угодно. Это время вас бережет или равнодушно относится к вам. Она нейтральна или украшает, спешит или отстает, или что-то другое делает, то, что вы совершенно не представляли, она в друг раз картинкой проявляется. Более того, у каждого времени есть свой хранитель. Кто он для вас? Или она? Как выглядит? Какой характер? Что делает? Потому что он такой сайты или ритм это разные картинки дает ваша глубина. Это не только подсознание, это ваша собственная глубина. Это вам даст более спокойное вхождение в этот колоссальный многомерный мир. Он будет время считывать. Это время. Это с одной стороны сказка, другую страну, это совершенно серьезная вещь. И с каким бы вопросом вы обратились к своему хранителю. Но это не сейчас это вы. Если захотите, вы это дома сделаете. Иногда даже это записывать не нужно. Это автоматически раз поднимается в сознание и само и понеслось. Как поток реки. Естественно как дыхание. И когда у вас начинает быть свое время, вы не только вышли из установленной системы правил, у вас появился компас для ориентирования. Этому вот эта красивая сказка, она построена на серьезных научных открытиях. Играйтесь на здоровье.